13.35, 8 января 2022 года, на улице минус 3-4 градуса, суббота. 13.35, 8 января 2022 года, на улице минус 3-4 градуса. 13.35, 8 января 2022 года, на улице минус 3-4 градуса. 14.35, 8 января 2022 года, на улице минус 3-4 градуса. 14.35, 8 января 2022 года, на улице минус 3-4 градуса. 14.35, 8 января 2022 года, на улице минус 3-4 градуса. 15.35, 8 января 2022 года, на улице минус 3-4 градуса. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 вибрации. Вот это вот сюжет выглядывания из окна, смотрения в окно, это очень такой глубинный сюжет фольклорный, когда старуха сидит в избе и смотрит все время в окно. Об этом есть рассказ Кавакова из акции к акции «Темное место», по-моему. Сидит старуха в окне и там никого нет на дороге, нигде в округе. Он говорит, вот идет там Иван, Ванька идет, несет три рыбы. А говорил, что десять поймает. А Илья спрашивает, а где же он идет-то? Его же не видно. Он говорит, ну погоди, сейчас появится. И действительно появляется на дороге этот Ванька и у него три рыбы. То есть она, при смотрении из окна, такие люди, как фольклорные, сказочные, деревенские, у них зрение расширено, внутреннее такое, внутреннее. Зрение смыкается, визуальное смыкается со знанием. Зрение и знание как бы вот на одном горизонте, в одном поле у них присутствует. У меня тут, конечно, не так, я просто, просто так сижу у окна и камера смотрит просто так тоже, без знания. Хотя вот тут другие контексты возникает, вот эта линия на мостовой, в том числе и пунктирная, и вот сплошная, еще из 83-го года из акции линия. И для меня это очень важно, вот эта белая линия, и особенно пунктирная, это из фантазий года, наверное, 62-го, 63-го, когда мы с Аверкиным, с Большой Переславки, с Пантелеевской гуляли пешком вечером по проспекту Мера, дальше, видимо, через Звездный бульвар, а может быть, по Шереметьевской, на Новомосковскую, мимо строящейся телебашни, тогда она только строилась, еще невысокая была, за забором. И справа был Пушкинский Студгородок от этого забора, справа от телебашни. И мы вот там шли, и я помню, у меня возникла такая концепция в голове, что это такое, вот вся суть жизни. Это что вот такая белая линия в космосе бесконечная, безначальная, возникает, идет эта белая линия, потом она попадает в шар. Шар – это земля, земной шар. И там она как бы по окружности проходит уже в виде белой, но пунктирной линии. И потом, после смерти, выходит опять сплошная белая линия дальше, в бесконечность по этому космосу. То есть в таком черном космосе, в черной земле, но земля-то цветная, а не черная, понятно, но это так, схема. Происходит вот эта вот ситуация белой линии. И вот эта вот белая линия тут наглядно присутствует на мостовой улице Кондартюка. И как сплошной кусок, и как пунктирный. И в этом смысле, мне очень опорно вот эти две акции, последние в 14 томе, это 75-е автобусы, три портала, которое рассчитано на смотрение из окна 75-го автобуса, когда он проезжает по шестому лучевому просеку в Сокольниках. То там как бы мелькают на двух деревьях две белые полоски. Деревья, как ворота такие, в лесок Шутского. И на них такие горизонтальные две полоски белые. Сначала это были какие-то тексты на 75-м автобусе, связанные с зоологическим музеем, с зоологией. А потом вторая три портрета – это стихи Ван Вэя, в переводе Шутского. А на той стороне дерева, где левое стихотворение, там сам патриот Шутского. Но это тоже вот такое промелькивание, именно как пунктир на две черточки. Белый пунктир. В этом пространстве между пунктирными черточками, белыми. В пустом пространстве между пунктирными черточками. Белыми. Тут вот, в этой бактерии. Причем есть такой план, если эти как бы сорвут или упадут, вот эти вот с Ван Вэем, эти белые черточки бумажные, на стволах деревьев, то заменить ими просто совсем пустыми бумагами, но заламинированными. Двумя длинными бумажными кусочками, да, вытянутыми, тоже на кнопках их прикнопить. Но на них ничего должно быть. Не зоология, как была в 75-м автобусе, не в Ван Вэе, как была в три портрета, а просто пустые белые поверхности. То есть совсем пунктирность такая, совсем чистая пунктирность. Чистая метафора пути. Без подробностей. 14.06. 27. 23. 24. 19. 25. 21. 21. 22. ст sechs. 29. Так, сейчас идёт восемьдесят пятый, который стал С-585, туда, мимо дома, по улице Цандера. Он не сюда идёт, на Кондратюка, а под Сандера, вниз на Звёздный бульвар. А вот сюда надо посмотреть, есть ли автор, который идёт сюда, ему навстречу, и так, чтобы он появился здесь, на Кондратюка. Пока не вижу. Вот по той новомосковской, которая перпендикулярна на север Звёздного бульвара, идёт М-53. Это где мы ходили с Аверкиным, где возникла белая линия в моём сознании. Он слипсал с какой-то? Слипсал. А, вот он как раз слипсал с 585, то есть с 85. Вот, значит, 85 идёт тоже сюда, но исчез вдруг. Раз, шёл и исчез. Так бывало уже. Значок его исчез почему-то. Непонятно. Да. Звучок исчез. Нет, опять возник. Возник. Параллельно Аргуновская идёт вниз. Именно по этой новомосковской, где мы в 62-63 году, мимо строящейся телевашни, ходили с Аверкиным вечером. Сквозь Пушкинский студгородок. Вот он доехал до угла Звёздного бульвара, 585. Но к нему прилип 53, или он прилип к 53, непонятно. Я не знаю, куда идёт этот 53, раньше его там не было. А в 53 поехал дальше на Шереметьевскую, а в 85 исчез как значок. Нет, вот появился, появился. Он то появляется, то исчезает. Вот он в 85 повернул на Звёздный бульвар, 585. Опять исчез. Рано. Появился. Исчез. Какой-то сигнал у него нестабильнее, 585. Пересекает сейчас, остановился на светофоре, на перекрёстке с улицей, Годовикова. Пересёк 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 Годовикова. Продолжение следует... 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 А какая-то сумеречность уже есть, могут фиолетовые огоньки появиться на видеорегистраторе, хотя время еще только полтретьего, еще рано, сумеречность полчетвертого наступает. Нет, 585 значок поехал куда-то по Камдиво-Орлово, да, куда-то туда поехал, непонятно, то есть это значит он отсюда ехал, на Тимирязевске поехал, а сюда не идет ничего. Хотя он может вот по Королево, там Камдиво-Орлово соединяется с улицей Академика Королева каким-то образом. Странно, вот интересно, куда он пойдет дальше. Нет, он, наверное, все-таки... По Королеву, в смысле, он там в самом конце, или начале. Нет, он, наверное, пойдет туда. Сейчас это интересно. Я как-то не обращу внимания, что находится Академика Королева, соединяется с Камдиво-Орлова. Нет, он поехал через железную дорогу, туда в сторону Милошенкова, Яблочкова переехал. Ну, значит, он точно едет, точно едет в Тимирязевске, да? Ну, там, переехал же железную дорогу. Ну, там, переехал же железную дорогу. То есть он про Милошенкова, едет по Милошенкову, мимо дома Веры и Маши. На Яблочково, куда я все время ходил в начале 90-х играть в видеоигры. Ага, ну, он прямо, да-да-да, он прямо там останавливается. То есть здесь можно на него сесть и доехать до остановки прямо рядом с домом. Это интересно, на Яблочково нужно... И он дальше на Яблочково едет, и на Тимирязевской, да, вот я вижу, теперь его... В конце Яблочково будет Тимирязевское метро. У него там конечное, вот он туда и поехал. А вот еще 585-й. Вот он откуда-то выехал. Почему-то он на это самое... На чем он? На Комарово, что ли? Странно. В сторону Ботанической улицы едет. Видимо, по Комарову все-таки. Да, по Комарову он едет. Оттуда. На нем будет... Ой, вон человек рассыпал апельсины или грейпфруты. Вон он собирает желтые с тротуара. Прямо много. Вон он наклоняется. Не знаю, будет это видно или нет, но это очень так интересный эпизод. Как он рассыпал эти большие апельсины или грейпфруты. Вон мужик ему помог собрать. Может быть, это и не видно больше. Так, 585-й подъезжает к Ботанической. В сторону Ботанической идет. Может быть, имеет смысл его дождаться, но он будет опять укороченной, загородной модель. Вряд ли он будет какой-то другой. Потом ему минимум 10-15 минут. То есть придется мне пересидеть тут. Сейчас посмотрю, еще пока 14.42, еще 3 минуты до 45, как я думал, что 1 час 10 записать. Но посмотрим... Как он, с какой скоростью движется. Скорость она небольшая. Рассыпал апельсины. Апельсины рассыпают на тротуаре. Еще не так давно будет серый гараж. За большим деревом на той стороне, у белого забора справа, большой, серый гараж. Он был зеленого цвета. В 2015-м, а может и в 2018-м. Так, вот 585-й доехал до Ботанической улицы. Павернул. Вот интересно, сколько он будет ехать хотя бы до телецентра, сколько он будет добираться. Может быть, все-таки его дождаться и спешить. Апельсины рассыпают на тротуаре. Продолжение следует... 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 Так, в 85-й доехал до Цандера, который поперёк звёздного бульвара. Едет теперь поперёк бульвара. Остановился на этой поперечной остановке на бульваре. Так, въехал на Цандера, 14-57, уже 12 минут, то есть я неправильно рассчитал, не 10 минут, а уже больше, уже 12. Подъезжая к бывшему звёздному ресторану и к остановке, там рядом с бывшим рестораном, сейчас там остановится, а уже 14-58, то есть 13 минут. Вон кто-то опять кидает сверху какие-то, непонятно что даже, что он кидает, какой-то горох. Так, значит, он подъезжает к углу Кондратюка, автобус 85-й. Вот подъехал к углу Кондратюка, 14-58 всё ещё, сейчас подъезжает сейчас в зону видимости моей камеры из окна, вот уже 14-58 в зоне видимости, но самого ещё нет, значок в зоне видимости, а вот сам его ещё нет, а он должен быть, вот уже 14-59 его ещё нет, хотя он уже далеко из, дальше проехал по Кондратюка туда, на восток, вот он едет, звук, вот он, тоже короткий загородная модель, 14-59, но с отставанием от значка проехал, и вот там цветной, человек цветной, ребёнок какой-то, очень цветастый одеяние, как тигр какой-то цветной, что ли, розово-жёлтым, так, ну всё, на этом мы заканчиваем. Значит сейчас 15-00. Понятно, мы revisим. Продолжение следует...